Я в апреле на библейской школе немножко учил об этом. И сейчас мы снова повторим этот материал но более подробно. Если вы поймете то, о чем я буду учить, то вы будете просто угрозой для дьявола. Я изучал это всю свою жизнь. Никто меня этому не учил. Я должен был сам до этого дойти. Вот почему я так рад тому, что я здесь. Вам не нужно на это тратить всю жизнь. Вам нужно всего лишь этот день сегодня чтобы я показал вам то, чему я научился. И не только я. Многие, многие of our ministry team leaders all over the world have all experienced these same things. And when we come together to fellowship, when we send emails and make phone calls to each other, we discuss these things. And we don't go jumping in the direction because we find something that's really cool. и мы не просто сразу чем-то увлекаемся потому что считаем, что это так интересно и круто. Some of these things I'm about to teach you кое-что из того, о чем я собираюсь учить, I spent many years developing. Я очень долгие годы развивал все эти концепции. Я молился об этом. Я обсуждал эти вещи с другими духовными лидерами. Я смотрел, как это все проявляется в ежедневном практическом служении. И все это собирал в одно. Я не хочу, чтобы вы думали, что это просто идеи, которые как-то вчера я что-то придумал. Ну, что просто сам какие-то идеи напридумывал. И потом вдруг начал всех учить этому. Так не получается. Так не получается. Мы обеспечивали этот понимание очень внимательно over many years. И поэтому давайте уделим внимание вот этим поврежденным частям души. Не будем говорить о здоровой части души, где живет Христос, но будем говорить о нездоровой душе. Когда работая с каким-либо человеком, вы будете работать с возможными четырьмя типами сознания. Вы служите исцелением кому-то. Деливерance. Perhaps exorcism. Вы можете столкнуться с одним или более видами сознания. Нет, не уровня. Нет, четыре типа. Уровни это один под другим. А уровни, а типы, это не все, в принципе, на одном уровне. Sometimes there may be two. Может быть два. Three. Или три. Или все четыре. Поэтому приготовьтесь. All right. Of course, one level is you. I'm not counting that in the four levels. These are levels of types. Let's be specific on terminology. Doesn't matter. Either word's the same. Tip или уровень, это неважно. Ну, суть. Первый из них, это вы. So, there is you. То есть, есть вы. The core you. То есть, это как бы, ну, ключевая, основная часть души. The real you. Настоящий вы. That is the personality or the mind God created. Это та личность или тот разум, который сотворил Бог. That's who you were meant to be. Your destiny is here. В этом заключено ваше предназначение. This is your purpose. Это цель вашей жизни. Это ваша судьба. Как хотите. This is the consciousness that God gave you that he didn't give to anyone else. Это то сознание, которое Бог дал именно вам и никому другому. Но иногда есть поврежденная часть души. Я это вам позже объясню. We call it dissociative identity disorder. Значит, поврежденная часть души, ее мы называем диссоциированное расстройство личности. Или множественная личность. Другое состояние сознания, которое может быть частью вашего разума, которое возникло в результате травмы. Что-то плохое, что-то ужасное произошло с вами. Особенно в детстве. Часть разума пережила эту травму и повредилась в результате этой травмы. Предположим, ребенок был изнасилован в пять лет. Поэтому в пять лет произошло повреждение части разума ребенка. Вы можете быть тридцати лет. Вам может быть тридцать. Но есть поврежденная часть вас, которой до сих пор пять лет. Я это все буду объяснять более подробно на протяжении дня. Есть еще одно состояние сознания. Я называю его родословное наследственное разделение. Это та часть вашей души, которую вы унаследовали от своих предков. Это память вашей ДНК. Часто эта часть является носителем проклятий. Это личность откуда-то из далекого прошлого. Которая сделала какое-то зло. Это зло принесло проклятие. Проклятие было записано или попало в вашу ДНК. И эта часть как бы вашего предка живет в вашем разуме. И есть еще один уровень сознания. Я называю эту часть диссоциированный перенос души. Это часть души человека, который живет в одно время с вами, который живет в то же время, когда и вы. Эта часть сознания. Эта часть вас. Эта часть, это ваш предок, который жил до того, как вы родились. Это состояние сознания. Это человек, который живет сейчас в одно время с вами. Это как душевная связь. Эта личность, этот человек как бы проник в ваш разум. И он пытается контролировать ваши мысли. Это все может происходить одновременно. Это может произойти неосознанно, как-то спонтанно. А может произойти осознанно. Сейчас мы скоро сделаем перерыв. Когда вернемся, я приведу примеры. Мы поговорим о том, как это все происходит. Например. Майк мне рассказывал о тех случаях, которые происходили у него. вот здесь, на школе. И вы видели, как вот эти все вещи имели место. Вы видели на Ютубе, как я с таким разбирался. Мне нужно сказать вам нечто важное. Я не знаю о каком-либо другом служении, которое учит этому. Может быть, в их учении есть части вот этого. Но не все, не полная картина. Я не хочу сказать, что мы лучше, чем все другие. Но что я хочу сказать. Наша служение старается быть открытым для новых вещей, которые Дух Святой нам показывает. Мы очень хорошо все это продумываем и все это проверяем на практике. И в процессе всего этого мы пытаемся открыть что-то новое, о том, что такое разум человека и как он функционирует. И поэтому, если вы будете искать подтверждение всему этому у каких-либо других служений, может быть, вы такого и не найдете. Я думаю, что другие служения также могут дойти до таких открытий. Кто-то мне тоже из них говорил, что они тоже эти вещи открыли для себя. Но они боятся об этом говорить. Потому что тут не все настолько понятно. Все весьма противоречиво. И они боятся об этом говорить, потому что боятся, чтобы их неправильно поняли. Я тоже разделяю эти тревоги. Но я не хочу все это удерживать. Я чувствую, что Бог призывает нас к тому, чтобы мы были смелыми. Чтобы мы с вами делились тем, что мы знаем. И чтобы в своей жизни, в вашем служении, вы видели, как это все происходит. Иногда люди говорят, а где это в Библии? Но мы делаем много всего, чего в Библии напрямую не описано. Я использую микрофон, чтобы говорить с вами. В Библии в микрофонах упоминания нет. Мы сегодня на машине приехали сюда. Но я мог и на осле доехать. В Библии ослы есть. Но я как-то предпочел удобный Мерседес пастора Дмитрия. Ночью я спал в гостинице. Мог на улице на травке поспать. По Библии. So you see, we do adapt to the realities of our world. When are we supposed to worship God? When? When. What time should we hold our church services? On Sunday. 11 o'clock. В одиннадцать? В десять? В шесть? Разве Библия нам не говорит, когда конкретно? Нет. Библия говорит, поклоняйтесь Богу. И в этом случае мы позволяем Духу Святому показать нам, когда это делать. Насколько я знаю, все то, что тут на сцене стоит за мной, этого всего в Библии нет. А Библия не говорит, давайте все это выкинем. Этого нет в Библии. И есть люди, которые именно так верят. Есть в Америке церкви, которые не используют в церкви никаких музыкальных инструментов. Потому, что этого нет в Библии. Потому, что этого нет в Библии. Когда Русскую Библию Павел писал, он не написал ведь этого. Вы поняли, о чем я. Авторы посланий, авторы книг Библии писали свои книги, свои письма до Фрейда. Фрейд был таким не совсем нормальным человеком. Он был одержим идеей секса, то есть все, что его волновало, сексуальная сфера. Но у него, в том, что он говорил, в том, чему он учил, что он говорил, была истина. Он ничего не учел. Карл Юнг был немного crazy. Кто? Карл Юнг. Карл Юнг тоже был не совсем нормальным. Но современная психология базируется на некоторых концепциях, которые тот и другой открыли. Так что нам теперь совсем выбросить психологию, потому что эти люди, которые мы только что назвали, они не совсем нормальные были? Или нам все-таки нужно принять те истины от человека, которые они открыли? Насколько я знаю, люди, которые изобрели самолет, не были христианами. Но я на самолете в Украину прилетел. И что теперь, в самолет не садиться, потому что он, как бы, не христианский, по сути? Или использовать преимущества, которые даже неверующие люди смогли нам дать. И сравнивая это, сопоставляя с Божьим Словом. Библия ж ничего о самолетах не говорит. Значит ли это, что теперь мне в Украину прилетать не надо? Важно эти вещи понимать. Поэтому, что касается открытия каких-то важных истин, нет библейского стиха абсолютно по каждой вещи, которой мы касаемся. Библия говорит нам о том, как жить. Как поклоняться Богу. Библия дает нам нравственный порядок, нравственный устав. Библия рассказывает нам о том, откуда мы произошли. Библия нам говорит о том, куда мы направляемся. Библия говорит нам, как нам жить в нашу жизнь. Но Библия, опять же, не говорит конкретно о том, как мы должны делать абсолютно каждый шаг на нашем жизненном пути. Но Евангелие от Иоанна 16, глава 13 стих говорит следующее. Дух наставит вас на всякую истину. Истину. Некоторая часть этой истины будет в написанном слове. Некоторую часть этой истины мы постигаем благодаря нашему человеческому опыту, который мы приобретаем в жизни. There is much truth I have learned as a parent. Я, как являясь родителем, открыл для себя важные истины. Особенно имея трех дочерей. В моем доме четыре женщины. That doesn't count the three cats who are female. Two horses that are female. And a dog that is female. Some of you feel sorry for me. I'm just one man. Trying to understand all these females. I've had to learn truth. And I still don't understand women. But I know more than 10 or 20 years ago. It's that way in our walk with Christ. We discover things. About human consciousness. About the way the demons operate. We take all of that. And we do our best to compare it to the Bible. We ask the Holy Spirit to lead us. And when we come back from the break, I will tell you where that has taken us. See you in 10 minutes. Через 10 минут увидимся. Видите, как Артур раз фотографировал, и все есть. Не, ну писать тоже правильно. Запоминается лучше, да? Это нормально я перевел. Русский бы только сфотографировал. Yep, yep. Добро пожаловать обратно. Я вас ознакомил совсем перед перерывом с четырьмя типами сознания. Это четыре способа, как наше сознание может функционировать. Я буду объяснять это с мнением словами. Я объясняю это с помощью комбинаций различных терминов. Some of this is psychology. Определенная часть того, чему я учу, это чисто психология. Есть кто-то здесь психологи образованные, дипломированные? Есть. То есть, вам понятно, да, о чем это? Как это все с психологией? Часть этого, это моя терминология, которую я разработал, я придумал. В мире психологии им нравится отдавать такие формулировки конкретные, такие ярлыки своеобразные ко всему прилеплять. Если у человека какое-то психическое расстройство, то для каждого психического расстройства у психологов есть свое название. Идея не плоха сама по себе. Это помогает людям понимать суть, что за этим стоит. И я, в принципе, стараюсь сделать то же самое. Я пытаюсь дать такое название, которое описывает то, что происходит в таком состоянии. Поэтому давайте поговорим об этих четырех типах сознания. Зачем мы это делаем? Это не просто какое-то у нас занятие по психологии. У нас школа экзорцизма. Мы здесь для того, чтобы разобраться в том, что делают бесы. Но также, чтобы понять, как они это делают. У бесов есть методы, есть своя методология. Нельзя понять, что такое служение освобождения в простых словах, в простых формулировках. Встречаешь человека, в котором бес. Молишься за него. Призываешь имя Иисуса. И все, все закончилось, бес ушел. Но те, кто на самом деле занимаются служением освобождения, понимают, что все не так просто, как хотелось бы. Аминь. Все намного сложнее. Очень часто люди приходят за помощью. Потом приходят снова. И снова. И снова. Потому что мы не дошли до корней самой проблемы. А проблема в том, что где-то вот среди этих четырех типов сознания дьявол знает, как манипулировать всеми этими типами сознания. И если мы в них разберемся, как они работают, то мы сможем победить дьявола. Первый. Это вы. Это сам человек. Это ваша подлинная личность. Это настоящий вы. Это ваше эго. Я буду использовать большие слова. Попробуй. Это ваше восприятие самого себя. Это то, как вы себя воспринимаете. Это самоосознание. Самовосприятие человека. Вы когда-нибудь видели, как собака смотрит в зеркало? Когда собака смотрит в зеркало, что собака делает? Лает. Я так не умею. Собака видит в зеркале другую собаку. И что собака думает? Это другая собака. И на эту собаку надо лаять. Поговорить с собакой надо. Ну да. Когда вы в зеркало смотрите, что вы делаете? Вы лаете? Ну кто что делает? Ну как? Ну как? Ну что, что вы делаете? Ну я знаю, что женщины делают, когда в зеркало смотрят. Вы сразу пытаетесь сделать что-то, чтобы выглядеть лучше. А мы этого не делаем, потому что нам уже некуда лучше выглядеть мужчинам. Вы стараетесь выглядеть еще лучше. Пастор Артур, например, да? То, что в зеркале увидел, это то, что получил. Ну по факту. Улучшать уже куда, да? Не, ну можно добавить немножко там косметических эффектов, но это только испортит натуральную косметику. Если косметики ему добавить, то его Путин в тюрьму посадит. Нет, таких в Москве с косметикой не любят, поэтому там вообще не это лишнее. Когда человек смотрится в зеркало, он не ведет себя так, как животное. Вы видите в зеркале себя. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как маленький ребенок смотрит в зеркало? Потому что ребенок протягивает руку, он хочет потрогать вот того, кого он видит. Потому что ребенок еще не понимает, что он смотрит на самого себя. И ребенку интересно, а кто там, надо его потрогать. Как ребенок понимает разницу между этим и другим? Ребенок учится отличать одно от другого посредством процесса, который мы называем осознание. Значит, это процесс, процесс постижения себя самого, как бы понимания себя самого. И когда человек начинает осознавать и воспринимать свое эго. Может быть, вы знакомы с такими терминами. Не вдаваясь в подробностей, что это означает? Это такой человек, который слишком много внимания уделяет самому себе. Все у этого человека сфокусировано на нем самом. Но осознание — это процесс понимания того, кого ты видишь в зеркале, когда смотришься. Когда ты начинаешь постигать и воспринимать уникальность той личности, на которую ты в зеркале смотришь. На самого себя. Помните такое известное высказывание? Которое, опять же, имеет свои корни философии. Я мыслю, поэтому я существую. Как там полотенита это была? Ну, что это означает, что мой мозг... Субтитры сделал DimaTorzok.